я думаю начнем значит всем привет я не знаю все все знают что со мной произошло наверно все видели этот видео короткой на 15 минут сургут город коррупции или город без дверей до видели значит ну вкратке вкратце расскажу что вообще за полтора года произошло было двойной незаконное задержание сначала 10 потом 12 суток потом 62 дня психушки незаконно удалось выиграть апелляцию потом не отпустили потом дверь взламывали пожарные а ну при этом задержание меня похитили вещей на 400 тысяч из квартиры одевали пакет на голову пытали били электрошокера отбили всю печень потом в камере дважды были в ши потом психушки тоже были в ши в общем когда вышел начал стартовую кампанию по привлечению всех к ответственности и по моему 13 марта подал иск судно этого на ирохова начальника полиции не через пять часов не взломали дверь заново искали по официальной версии труп либо неадекватного мужчину который бегал по подъезду и в тот момент меня не было дома и вообще в городе мне повезло что меня не было и получается они ушли ни с чем ну как ни с чем меня не нашли ни с кем вещь они все-таки еще новые опять похитили в итоге тот который их возглавлял бабушки но он уволен из полиции его отец тоже их там брат то есть их там 4 родственников работала мафиозный клан тоже уволен в общем клан разбит к ответственности их привлечь не удалось но зато мы подали иск на прокуроров города сургут и прокурорах мало и вот сегодня пришла бумага о том что прокурор города сургут привлечен к ответственности и оштрафован то есть ему там материально денежно в день в денежном отношении данную информацию подтвердил исполнитель некий мотин то есть прокурор города сургута перешел из статуса неприкасаемых статус прикасаемых за такие результаты не соответственно нас сегодня тема нашего разговора как мне удавалось и удается сохранять спокойствие в казалось бы совершенно на критических ситуациях да и гений запись ведется видео будет выложено позже на ю тубе на моем канале у кого какие есть вопросы а хотя подождите давайте сначала вот на вопросы алексея отвечу потому что они уже есть значит как можно держать себя в руках когда люди творят несправедливость незаконное задержание пытки электрошокером пакет на голове в наручниках а другого выхода нет я видел как другие реагируют на все это если к вам если против вас совершают беспредел то у вас есть только один выход вести себя как человек достойно культурно вежливо не материал не оскорбляя не рукоприкладство тем самым вы морально становитесь выше их а если вы себе позволите там мат или рукоприкладство или хоть что-то подобное или переход на личность или грубость то вы опуститесь на их уровень и они будут иметь полное право с вами творить беспредел и на выходе получится вот у меня всегда на выходе так получалось так что против меня творили беспредел на основании у них на это не было никаких и соответственно отмолил отмывались всегда они они и у них очень любимое такое занятие 19.3 хотя это к нам никак не относится а ты попробуем доказать это а бесполезно там не написано даже что это к человеку относится это понятно выход какой выход какой их ниже дубинка им по балде и чтобы конкретно включился вот неправильно дубинкой по балде это рукоприкладство применение физической силы уголовная статья есть применение физической силы к должностному лицу при исполнении 159 по моему уголовный кодекс вот и вот ты уже себе это рука при заработал бы понимаешь если так сделал я у тебя все время хотел спросить слушая они же полицейские правильно но они так думают но я вижу что они милиция по всем документам и по законам они милиция а почему они выглядят как полицейские вопрос евгений это не тема нашего обсуждения сейчас речь о другом потому не так и поступают да нет не поэтому если нормальный я тебе скажу что есть и нормальные полицейские нормальные врачи психушке которые ведут себя по-человечески культурно вежливо и нормально по крайней мере другого с их стороны я не видел возможно они играли роль в этот момент но попадались такие которые вот кану один конвоир при мне сказал что с удовольствием смотрю ваши видео жду жду следующий я говорю ну ты видишь где я в камере вот когда выйду тогда и будет видео а есть другие конвоиры антон слышно да михаил михаила стамбул вопрос такой расскажи поподробнее про это про так называем психушку что и как и почему вот интересны у меня наш контакт есть я сам из тамбова контакта у меня есть значит ольга из пензы она пошла с паспортом там решать вопросы там заявление писала там что-то брала не брала подписывал не подписывал знаешь эту историю да как сейчас это паспорта эрефмский кто-то отказывается кто-то там не подписывается там форма 1п там забирает короче говоря ее из этого самого из паспортом стола это фмс ее забрали психушку и мало того что я забрали психушку она женщина адекватная спокойная уже это пенсионный возраст пенсионерка то есть она там не стерила не не брыкалась не даралась не орала вот вот и и потому что она там значит себя представлял там как как живая вот ее психушку отвезли одели значит это усмирительную рубашку и что-то там еще вкололи ну то есть успокоительный что-то вот правда там во время родственники там на уши встали в общем как-то ее там отбили вызвали психушки но там виши уже успели это какой-то укол вколоть в общем там бесчинство творить вот как проект расскажи про психушку с полиции там понятно сметами понятно то это вот такая тема более закрытой что ли более редкая вот интересно было про это знать послушать чтобы и себе на на будущее имейте ввиду как и что как себя вести и что делать вопрос смотрите есть такое видео есть такое видео называется дееспособность у меня на канале тут за 13 минут то есть мне позвонил человек не помню откуда сказали что кого-то там забрали и что делать не ну психушка забрали не знаю что делать я рассказываю подробно чуть-чуть делать и как себя вести это в принципе можно там послушать по вашему случаю могу однозначно сказать если надели смирительную рубашку и был это что-то вкололи это значит неадекватно себя повел человек либо истерил либо хамил либо грубил там ну всячески то есть там понимаете они специально провоцируют они могут даже там кинуть что-нибудь или ударить или оскорбить или еще что-то надо надо спокойно культурно вежливо на все это реагирует если вы на это среагируете у них будут все основания чтобы привлечь к вас к ответственности потому что свои за свои поступки они не хотят нести ответственность а вот если вы им дадите повод то они однозначно постараются это использовать потому что вот я так как всегда они стараются даже если не задерживают группу людей они их постоянно разводят разводят для чего чтобы не было ни свидетелей ни очевидцев и потом с этим человеком его начинает провоцировать по всячески присутствие других полицейских то есть у них есть свидетелей у вас нет у них ведется видеозапись у вас нет у них ведется аудиозапись у вас нет они могут все доказать что они скажут а вы ничего не сможете доказать понимаете и вот тут все важно себя вести это правильно не давать им повод ни один на меня не одевали него не это не смирительную рубашку меня не кололи меня не пичкали меня не заставляли не таблетки там пить не ничего не заставляли предлагали предлагали расписаться и я все это психошки которые мне бумаги предлагали я ни одну не подписал кроме кроме одной бумаги там за ознакомление с инструкцией по технике безопасности что-то там связано с электричеством ну типа того что я не буду это вилки в розетки втыкать там или лампочки разбивать что такое я расписался я им дал понять что я здравомыслящий в своем уме я не собираюсь никакие там пожары не короткие замыкания устраивать вот за это я поставил роспись и все это написал без ущерба они канал как-то канал на youtube называется сургут надзор 2 хорошо так давайте сейчас видео еще вот эти вопросы зачитаем как удал как удалось выдержать провокации не ударить должностное лицо когда она говорит гадости или творить незаконные действия ну вот допустим в камерах вот все время народ удивлялся я ему рассказываю говорю что это вот меня бьют там пакет на голову электро шокером а я выхожу от них и говорю благодарствую иска и из камеры выхожу тоже говорю благодарствую из самого и веса выхожу тоже говорю благодарствую потому что ну я человек верующий я у меня вот такая как сказать вера что вот в случае мы все рано или поздно помрем правильно так или иначе либо по старости либо там еще по каким-то случаем ну в общепринятой я не обрем принято считаю обрема пристали что станем и вышлим да я к этому и виду что мы все рано или поздно пристанем перед всевышним ну либо сами себя судим не к некоторые так считает то есть ты сам всю свою жизнь увидишь и сам себе приговор вынесешь чего-то и чего ты достоин увидели к всю картину в целом и вот когда допустим вот творец посмотрит на меня да вот ну вот на эту ситуацию кто как себя вел вот все полицейские велись а ну там не самым лучшим образом и били и закон нарушали и клятву свою постоянно нарушали но их принципе есть за что наказывать а меня за что наказывать меня бьют а я говорю благодарствую за что меня наказывать не за что я никому ничего плохого не сделал вот вот вам и извешивание вот вам и суд немногие удивляются почему я говорю благодарствую когда мне против меня там этот беспредел происходит именно поэтому у меня нет к ним злобы я к ним по-другому отношусь я не считаю что они враги даже если они меня бьют я считаю что это это урок и если я пришел если мне дана данная ситуация вот есть выражение творец не дает испытание не по силам это о чем говорит что у тебя есть в данной ситуации который тебя дана в данный момент у тебя есть все что тебе необходимо чтобы решить данные это уравнение данный урок вот вспомните в школе в любой задачки там это написано данные условия то есть все вам когда дают задачку вам дают все условия у вас есть все условия чтобы решить данную задачку и только от вас зависит решите вы эту задачку или нет вот некоторые берут сминает эту задачку да вот эту бумажку и кидает ее в учителя да пошел ты я не буду учиться иди решай сам некоторые так поступает ну а дальше варианты да понятно что вариантов множество я стараюсь решить эту задачку любую любую ситуацию рассматриваю как урок и всегда передо мной стоит учитель и одновременно ученик я у него и учусь и учу его еще лучше учить то есть учеба и учил учиться и учить и одновременно вот этому нужно научить научиться и тогда у вас не будет ни врагов ни дебилов не не во мне на не понадобится ни дубинка не это это не кулаки не ничего мне нужно будет вы любую любую задачку сможете решить и при этом и учили будет доволен и вы в общем в любой ситуации не нужно терять человеческое достоинство да это однозначно но как это сделать а нужно поменять свое мировоззрение то есть относиться забыть про слова вот эти слова враг там дурак дебил там или еще как-то кто-то как это их обзывает ну вот евгений то что я ему задал вопрос какой выход вот перед ним стоит учитель да вот он пришел в школу к нему вышел учитель и дает ему задачку а он достает дубину в бетом по голове вот в обычной школе честно делаю с таким хулиганом евгений кто-то ответит на вопрос за очередь директору ведут ну да и войдет ставят директору ведут и так далее вплоть до исключения школы вот и все так сейчас до это я помню вопрос михаила по поводу психушки сейчас доберемся так как себя вести психушке чтобы без тяжких последствий оттуда выйти здоровому человеку ну вот принципе добрались принципе такой же вопрос так как происходило дело в общем меня забрали из дома ну как забрали мне позвонил знакомый я вышел из дома меня это задержали у подъезда сразу это посадили машину общем анализ забрали все там документы этот телефон и у меня и моего знакомого короче посадили машину потом подъехал омон нас всех вывели вот мы там человек 10-15 подошли к это двери подъезда мне сказали открывает дверь в подъезд я сказал что не открою вообще вот так скрестил на это руки на на груди ну замок крест на крест и стал спиной к это к двери ну дал понять что я не то что не не вам не открывая он запрещает туда заходить вообще но при этом молчал они просто взяли мне это руки скрутили одели наручники вытащили ключи и зашли сами потом они там от угрожали что вы ломают дверь он не выдержал открыл дверь мне показали постановление фальшивое я им сказал сразу что это не действительно бумажка ну им все пофиг короче вот так наручников чествовал антон что тебя а что этому предшествовал что они так более 70 видео походов в разные инстанции вот и мы там добивались правды мы хотели узнать на каком основании вообще работают пытались получить этот устав налоговый ну то есть вы сняли правовые отношения вообще на каких основаниях они все работают ну и плюс там мы была ситуация когда мы записались на прием к ирохову этот начальник полиции мы пришли семь человек я и там семьи семеро бабушек и дедушек и против нас вышли в отделе там прямо это на входе в отдел полиции главный вышли семь минут и такие же полицейских 7 на 7 стоим они нас не пропускают тоже по этому поводу есть видео но очень у нас не пустили и мне стало обидно за дедушек и бабушек и я просто придя домой направил на себя телефоны и вызвал этого начальника полиции на словесную дуэль сказал любое время в любом месте прямом эфире пожалуйста звоните будем беседовать не через два дня мне вот такой устроили принципе я ничего противозаконного не делал они со своей стороны постоянно нарушали закон ну и в итоге меня там это привели в этот в отдел тета пытали под музыку электрошокер там по этот пакет на голову в наручниках это все отбили всю печень и посадили в камеру типа я вот привод при вот этом ихнем обыске осмотре помещения так называем то есть это все было незаконно мы потом это все доказали они мне вменяли что вот это же опять же их любимая статья 19.3 не не выполнение законного требования сотрудника полиции но я не вообще там не сопротивлялся ни разу и мне дали 10 суток ну я думаю это при этом меня постоянно водили на допрос в отдел ты мне там перекрестные допросы устраивали заставили под угрозой подписать бумагу что якобы мы там ходили чуть ли не это ну как они там написали то что в общем как-то кошмарили эти органы а дестабилизировали работу государственных органов в я естественно там это криво криво все расписался ну дал понять что это но не сами все поняли они говорят да чё толку что он подписался но все равно потом на суде откажется своей подпись и я это понял я не это поняли но вот эту формальную бумажку это пришлось подписать опять же под угрозами и они мне на это 10 суток я думал все мы там договорились я им сказал что я больше не буду ходить света с видеокамеры там все снимать а главная угроза была то что еще одно видео я тебе лично положу килограмм героина в карман кто это говорил я не знаю мне был пакет на голове я его специально не снимал я его мог скинуть то есть кивнуть головой и скинуть но я это специально не делал потому что я понимал если я скину я увижу их лица понимаете да это к чему нет я не понимаю почему а если я увижу их лица я могу их сдать потому что вместе с этой угрозой озвучили что мы тебя вывезем лес дадим психушку а вывезем лес это однозначно убьют и закопают ну я пакет с головы не скинул потому что если бы я увидел их лица кто меня бил я бы мог потом написать на них жалобы там и так далее ну и как бы и они не хотели светиться так в чисто формально пакет на голову надели и я не хотел их видеть потому что я прекрасно знал если я их увижу а представьте там начальник полиции стоит да или мэр там или я не знаю кто там кто кто угодно мог стоять правильно а я потом мы бы это все рассказал и они это прекрасно осознавали или начальник отдела ты там мог стоять это ждать и били все вот и мы договорились что я типа ну я им говорю ну ладно говорю я не буду это ходить по этим организациям кошмарить их с видео я да понял мы договорились они получается продержали меня 10 суток все типа булгаков на выход меня конвейер выводит сводит приводит на первый этаж говорит подождите сейчас приедет майор с отдела ты приезжать мы мои с отдела ты выводит меня на улицу и там стоит уазик угарит садись уазик типа там этот надо подписать какие-то документы я думал мне хотя бы телефон хотят вернуть или еще чудо они берут меня везут в отдел полиции и прям там же это оформлять новый протокол что я якобы при выходе на свободу опять ты оказывал сопротивление при этом у них там 15-20 камер это во всем здании там и эти были и уборщицы и дежурные и конвоиры другие элементарно их и опросите и все бы все скажут что ну сказать им могут чего угодно но на видео однозначно видно что я не сопротивлялся ну еще мне дали еще 12 суток и я там через часов 5 захожу в ту же камеру и все просто там спросу не большими глазами смотрит да ну нафиг ты чё сюда вернулся ты откуда вот и мне дали еще 12 суток не выпуская на свободу при этом у меня отец дома был нему 70 лет он еле придвигался еду только я ему готовил я потом узнал что они мы просто им этого мало показалось они мы еще и свет отключили электричество вот и за два дня до освобождения то есть получается двое двадцать двое суток а там еще были вши ну короче меня там вообще мог быть бунт в то время потому что там появится там дважды появлялись и не подкинуты короче я не знаю нет не подкинуты это неоднократно уже я предыдущее задержание видел что иногда задерживали бомжи то есть люди которые живут на на улице и их никто не проверяет их так посмотрели и заходи обши есть там у него нету их вот на туберкулез найти как привязать чисто так на глазок кого-то спрашивают кого-то не спрашивают там если уж совсем вид такой дряхлый там одежда и так далее есть туберкулез нету ну все иди в общей камеру на полнейший беспредел при этом в камере там не не постели не мыло не тряпки нет ничего не был не туалетной бумаги все с воли заезжал матрасы толщиной но не знаю где-то пол сантиметра знаем были ну в общем они за два дня до освобождения после этих двадцати двух суток отвезли меня это они меня вывели короче говорят типа по и поехали типа едем фсб я ну ну в общем они меня привезли психушку поэтому этого доктора там посадили говорят типа вот соглашайся на добровольное медицинское обследование и я говорю я не согласен дали бумажку я говорю я не буду подписать они ты чё дурак ты идёшь это принудительно типа через суд я говорю да мне без разницы что будет я говорю я никогда себя больным не признаю и в принципе правильно сделал то есть я не я не подписал они меня увезли обратно в ту же камеру а через два дня через два дня когда я уже должен был по идее выйти на свободу они меня просто выводит и также на машине туда же психушку заводит а привозит и все и и оформляет меня раздевает до гола одевает там эти пижаму эти тапочки выдают и все и заводит в общее отделение на 60 дней я не знал насколько но я однозначно осознавал серьезность ситуации страшно было да не особо страшно было до этого жить в такой стране вот вот когда вот такой беспредел творится никогда у меня когда ты психушки у тебя этот только два выбора либо ты придерживаешься своих принципов и остаешься человеком до либо ты идешь к ним навстречу и отказываешься от всего и тогда тебя выпускает нужно было первое ну для меня это было смерти подобно ну смысл отказываться от всего что и чего ты добивался выйти вот таким вот который сам себя предал но для меня что говоришь потом с этим жить да для меня в я им сразу они мне много раз говорили типа даты и тебя что это типа убьют там или тебя же обколит я говорю да я за зато хоть человеком это меня запомнить человеком вот и получается звонки не разрешают первые три дня вообще не разрешали у меня все изъяли мне ничего не было ни телефона не не ручки не бумажки ничего не давали и при этом постоянно провоцировали то есть то разве то разрешали эти звонки это запрещали мне пришлось там ручку а сначала я нашел бумажку там смотрю вроде это рисунки висят на стене там типа творчество наших пациентов наш есть бумага походил там поспрашивал нашу нашел бумагу ручку не дают ну и они же тоже опасаются я потом понял почему чтоб не тыкнул ну и наперед забегая расскажу там там был такой мужчина где-то по 2 10 роста такой здоровенный богатырь и он все время на это стоял ничего не делал как манекен знаю я постоянно в магазинах прохожу мимо манекенов меня аж отдергивает от них потому что стоит кто-то смотрит на тебя не швылиться но то же самое и он 1 я что-то с ним это это иногда он выходил из такого состояния и общался не ясно я им говорю чипы ты чё типа это втыкаешь говорю это давай хоть пообщайся там туда-сюда вон девчонок много пообщайся хоть с кем-нибудь не он ко мне однажды подходит это у него был карандаш такое то в руке он ко мне подходит гритт антон горит а я горит не могу найти бумагу где горит не найти бумагу чтобы порисовать и стоит такой на меня смотрит я говорю ну вон там есть бумага вон девчонки подойди там есть бумага он валанную пошел а через два дня он мне признался горит ты знаешь горит антон я был это под это под голосами то есть мне мне голоса сказали подойти к тебе и выткнуть и воткнуть тебе по этот карандаш в глаз жесть а почему не воткнул я не знаю почему ну при мне вот таких кровопролителю не было применение а так вообще на слышно много вон этот константин спирме он рассказывал уже тоже психушку прошел говорит его поместили в палату там говорит два психа третьему это ложкой вы выкололи глаз и всю ночь с ними играли с глазом он после этого месяц не спал прошу прощения ты истерический смех ну здесь тогда можно посмеяться а там не смешно там однозначно не смешно особенно не смешно было когда привезли пациента особо буйного как в наручниках и от него не отходили два полицейских они периодически менялись в общем этого был особо буйного поместит разместили в коридоре и держали его прикованным к постели и при этом его охраняли два полицейских у которых было оружие табельное на поясе него представьте когда они его ведут причем вот туалет на одном конце коридора там такой длинный коридор и влево вправо палаты без дверей то есть из любой палаты в любой палаты можно спокойно пройти никаких препятствий нет так вот на одном конце коридора туалет а на другом конце вот этого пациента разместились кровати и два полицейских там и когда него ввели в туалет они проходили весь коридор и соответственно по пути там кто-то стоял кто-то сидел на диванах и вот когда тебе в мимо тебя ведут такого буйного пациента и его сопровождают два полицейская полицейского у них там дубинка висит там что-то баллончик наручники и пистолет на это страшно смотреть да уж если мы если вот голоса заставляют этот карандаш втыкать другим людям это в глаз на говорят то чем могут голоса сказать сделать вот с этим табельным оружием вы давайте это не ухать и не ахать и вы спрашиваете по теме антон скажи пожалуйста у меня оксана же вот ведь у нас есть закон что даже дурных не забирают без согласия не вот это непонятно как как могли поместить без согласия даже родственники дают согласия но если не не лишен дееспособности дать человек что без его согласия никто не может поместить не полиция не милиция даже если согласие родственники пишут тебя обманом путем туда отвезли я так понимаю да извиняюсь не по теме нет почему по теме меня просто из камеры выбили сказали пошли надели наручники посадили в машину не служебную а какой-то джип черный был я не знаю может бабушкина может этого дениса как же его звали в общем эти сотрудники отдела ты они меня отвезли вдвоем завели это в приемную там у них есть приемный куда они обычно всех там ну они часто туда возят всяких пьяных тунеядцев короче которые хулиганят на улице которые неадекватно себя ведут они их ввезут это в наркологическую и либо в психушку чтобы это проверить на адекватность наркоман он там или чем принимал и так далее а меня просто привели издали сидят а лучше написали что ты там в анкете раздевайся взвешивайся измерили рост натянувую одежду и вперед в палат как я потом узнал сдать меня психушку потребовал этот как же его звали там луценко дмитрий николаевич вот он справа это бывший начальник где он тут а вот он бывший начальник отдела ты отдел по борьбе с терроризмом и экстремизмом чтобы в курсе что шея шея головы нет шея там в другом месте вот здесь а сейчас он стал начальником отдела полиции номер три я показывал документ как он дважды писал это психушку чтобы меня приняли это проверили на адекватность они взяли по беспределу по законодательству там чтобы человек человека признать недееспособным и сдать его на лечение должно пройти два суда первый суд признает недееспособным а второе суд назначает уже лечение на определенный срок они первые руководители сразу назначили второй суд то есть здоровому дееспособному человеку на назначить принудительное лечение на неопределенный срок то есть они все законы мыслимые немыслимые нарушили и просто мне назначили бессрочное принудительное лечение на всю жизнь а получается в сговоре судьи ходила этот полиция зампрокурора города помощник это ширяева который мы потом еще неоднократно видели на судах прокурора кто пришел а адвокат которого мне назначили я впервые видел но даже адвокат против меня пошел то есть он потребовал действительно он посмотрел на меня гайда горит он действительно больной давайте мы назначим лечение представляете адвокат который должен меня защищать сказал это давайте вы будем лечить этот кто еще присутствует какой-то там эксперт медицинский еще один эксперт какой-то доктор вот лицо в черной мантии и санитар который меня постоянно то сажал то удерживал ну что я там это я не выдержал я встал говорю есть запись все это есть на видео разговор вот в этом суде я не знаю почему они выложили но они его выложили а это не здесь не есть резервный канал сургут надзор вольный сургут то первый изначальный канал вот здесь есть видео так здесь 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 вот здесь я рассказываю как мы выиграли апелляцию бурлутский был судья вот этот сургут в кругу первом первая вторая третья четвертая часть это полностью рассказываю все что со мной произошло вот начинают задержание как я вышел из подъезда и кончая как меня сдали психушку тоже можете посмотреть я не знаю на досуге ну там все это с деталями я уже сам все не помню потом ко мне приходили пожарники это на 31 декабря то есть ломали дверь хотя пожар был в другом подъезде вот к этот вот такие рукописи я вел то есть как только я заехал психушку там мне ничего не давали ни карандаш не ручка не бумагу сначала бумагу нашел потом карандаш писал сначала карандашом потом нашел ручку пришлось купить в одного из пациентов за 1000 рублей договорился что при выходе на свободе на свободу или если мне разрешат свидание там типа народ перечислить на определенные реквизиты денежку тогда и тогда у меня появилась ручка я вот то что написал карандашом начала вводить ручкой и начал все 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 подробно записывать и потом эти все рукописи передавал на волю чтобы если что-то со мной случится чтобы все узнали что творится в сургуте вот видео с записью из зала суда сейчас тут покажу о ну тут идет аудиозапись потом посмотрите послушайте тут все все слышно прекрасно сидит ним не некое лицо в черной мантии я ему начинаю спрашивать эти подвы они там он начинает зачитывать что-то бубнит я говорю стоп я говорю а вы с чего взяли что это суде он ни один документ не показал игры вот адвокат показал удостоверение адвоката помощники прокурора показал удостоверение доверенность этот представитель психушки там не помню какое звали тоже представитель юрист она показала там паспорт свой и так далее все показали свои документы у вас находится мой паспорт я говорю все предъявили документа где ваши говорю если вы в чего взяли что это суде я говорю документы на стол ну и меня взяли просто вывели и без меня провели это все дело почему-то 2 кота они отказались бесплатного что надо было от адвоката бесплатного отказаться вы же понимаете что он тоже в сговоре это понятно я просто не успел это все быстро мгновенно происходило то есть они завели я я смотрю на этот цирк вы представляете вот это судилище было в это в самой психушке нонсенс не просто нонсенс а там есть пациент специальная звукоизолирующая палата для особо буйных там бывало привозили таких которые дня два или три орали просто орали громко и постоянно никто спать не мог их заводили именно вот в эту комнату чтобы не это ну хоть как-то снизить уровень шума и приходилось всю ночь это спать вот с этими криками и вот нас завели вот в эту комнату поставили там стол скамейки и так принесли флаг вот этот флагшток и типа и вот это суд понимаете и все одели белые халаты ну кроме антон участи в черной мантии антон николаевич алексей владимир чареников у меня у меня такой вопрос вот и возможно обсуждали а вот на вопросы мои отвечали уже или нет на твои до отвечал кратенько слушаю вот скажем так мне самое важное чтобы я хотел услышать сину и наверняка уже говорил об этом но тем не менее вот когда происходит несправедливость вот у меня кипит кровь и мне хочется и иногда я прям ну как минимум начинаю кричать и потом начинаю ну скажем так иногда могу даже не сдержаться там в лицо ударить или еще что-то ну просто not но несправедливость да вот мне вот непонятно как вот у тебя удается я смотрю некоторые ролики сдержать себя вот что что вот этот то есть как себя нужно воспитать чтобы сдержаться на вот эти провокации которые осуществляются и не ударить потому что я так понимаю же это именно с этой целью все и делается чтобы на основании потом побоев или еще что-то вот тогда уже реальный будет куча оснований чтобы тебя посадить правильно я понимаю а вот теперь представь стоит родитель и оба его его сына начинает это один с другим начинает разговаривать очень грубо а другой его бьет 11 другого посылает на три буквы а другой его бьет что родитель сделать в этом случае ну как-то надо все остановить не ну обычно наказывают обоих правильно ну наверно а если разобраться я да то есть наверное все таки сначала разобраться вот и смотри вот вот я просто ситуацию до конца не понял я перевожу на русский язык и ты и вот этот собеседник твой которого охота ударить для творца является его сына и сыновьями согласен а ты вот в каком смысле ну наверное тогда ну как ты думаешь он будет наказывать не разбираясь или он все-таки разберется ну я думаю что если мы говорим о том кто там творец или тот кто все знает то наверное все изначально понятно и ясно ну вот и депута и дело что ему даже разбираться не надо он и не то что все поступки и все движения знает он и и он и все мысли знает даже то что ты хотел сделать и не не сделал логично логично ну так вот смотри если против тебя возникает какая-то агрессия или тебе там несправедливость стоит ли тебе его наказывать если творец и так его накажет то есть понимаешь вот например если вот так спускаться на этот уровень разговоров да или там подниматься на этот уровень разговоров то есть там тигр загрызающий лань то есть это разве справедливость если уж на то пошло а это происходит про это говорю вот если при мне кто-то будет бить кого-то я естественного его остановлю потому не ради того что он сделал а ради того что он еще может сделать если я увижу что он у него цель не просто ударить да там а забить до смерти то я естественно буду и восстанавливать а если он ударит там безобидно ну типа или там пошлет на три буквы ну в принципе от этого к никому плохо не будет но если идет конкретный беспредел естественно не вмешаюсь вот мы как-то как я как-то тебе этот вопрос задавала почему мне больше понравился вот этот ответ когда наверное что ты вот твой учитель то есть тот кто с кем с кем-то конфликтуешь по факту это он тебя учит да и ты помнишь да вот можешь вот это вот еще раз вот как-то верно он вот подошел тебе человек на улице да и послал тебя на три буквы вот твоя реакция ну все зависит от обстановки то есть ну обычно если это но неадекватно пусть идет дальше да то есть а если это в рамках того что там я не знаю там с опять же с ребенком или еще что-то вот в такие моменты не могу себя сдержать и начинаю как говорится лезть и не сдерживаться я так предполагаю наверное я бы так поступил слава богу такой еще не было но тем не менее то есть вот всегда начинает кипеть кровь и мне хочется подай ну как бы за грудки и там на и дальше и так далее вот тут возникает несколько вариантов какова твоя цель у тебя цель его остановить предотвратить будущее преступление ну более тяжкие до которые он может совершить далее какие еще цели могут быть носка я я думаю что отомстить за то что он уже тебе сделал и допустим еще просто убить или там я не знаю побить того кто тебе неприятен потому что вот он совершать такие не за что-то ступь отомстить не возникает потому что наверное у нормальных людей это все-таки месть не возникает а вот именно остановить и чтобы он не повторил сделать ему такое что он понимает то что и же некоторые люди такого уровня которые не понимают другого языка кроме как ударить в лицо то есть вновь будет бывает такое и к сожалению то есть в в правоохранительных органах то есть ну людей с высоким разумом да которые там не знаю то есть их немного то есть они испытывают проблемы с кадровым составом то есть никто туда на работу не идет понимаешь то есть берут всех подряд там постоянно некомплект и поэтому попадают туда люди которые ну вот действительно такого уровня которые по-другому не понимают кроме как нужно им грубо ответить путем вот но это но когда ты понимаешь что это должностное лицо то есть сразу ну надо думать что с этим делать вот понимаешь ну я понимаю что одна ситуация там на улице а другая вот я в основном сталкивался с должностными лицами и большинство случаев ну не большинство половина где-то под видео как вот ты мне скажи вот если все ваши взаимоотношения снимается на видео стоит ли отвечать такому человеку такими действиями за которые потом могут перемонтировать видео так что это ты напал на него они он эти вот ты знаешь не знаю почему но у меня с правоохранительными органами как-то что-то ну все было более-менее нормально возможно потому что я сам на конфликт не нарывался да то есть что что они по они считают за тем что ты нарываешь ты начинаешь вопреки их желаниям их снимать там и так далее то есть вот и они начинают превращаться вот в этих вот вот по факту вот то поведение которым я говорю что возможно я так себя поведу они в этот момент у них вскипает кровь и они себя начинают неадекватно вести то есть неадекватно что это значит то есть они как должностные лица должны вести себя ну там сдержанные так далее вот но а ты их вывел то есть ты поступил не так как они они там охрана правопорядка то есть а у них вскипела кровь и они поступили так как они не должны были поступать а потом соответственно вот смотри главному подобрались если я вот смотрю некоторые видео некоторым удается довести полицейских до такого состояния что они начинают орать и даже материться и потом ну ведет просто рукоприкладство кладут на землю и скручивают руки-ноги до такого доводить нельзя нужно нужно включить там я не знаю юмор или просто замолчать да когда ты говорил или сделать сделать какое-то такое действие как которые закроет тебя даст им понять что ты не собираешься им ничего плохого делать вот при первом мое задержание когда мне мы зашли в отдел полиции поднялись на второй этаж там снимали на видео спокойно нам никто ничего не говорил а потом просто подошли втроем и сказали типа убери видеокамеру я просто отдал девчонкам видеокамеру скрестил руки на это на груди и расставил ну немного ноги в сторону то есть я закрылся я им дал понять что я их не бить не трогать не собираюсь и стою спокойно самое главное правило не давать им повод не грубить не хамить не это как сказать не рукоприкладствовать то есть вот эти все поводы нельзя им давать то есть ты хочешь сказать что вот все случаи которые у тебя были они связаны не с тем что ты их спровоцировал на какой-то конфликт а просто с их неадекватностью восприятия той ситуации в которой они сами находились правильно я понял да совершенно верно они не знали кто я вот я рассказывал при первое задержание вот когда мне вот эту камеру это пытались отнять они мне разняли эти руки подняли ногами вверх и головой воткнули в пол потом положили на пузо завели руки за спину это надевали наручники и при этом еще ногу заламывали вот вот с чего такая реакция а потому что им дали просто приказ и они меня заломали они не знали чет меня ждать они не знали кто я они мне вообще впервые видели там один участковый все ходил мне раза три четыре подходил и говорил блин а чё и чё эти ни разу горит не видел то есть они они выполнили чей-то приказ ну получается они как бы просто не знали там тебя там дальше они привыкли они привыкли к агрессивной реакции 90 процентов там идет агрессивной реакции я виделся там привели одну супружескую пару ну женщина не отпускала свою мужчину я так понял мужчину задержали и она от него не отходила всячески так и этого мужчину завели в обезьянник ну это маленькая такая камера с это с решеткой там не туалета не окон не вне таза ничего нет ни воды не не выпускает вот его туда завели ну там крики с там незаконно все такое их короче там втроем вдвоем 4 вы туда за это запихали так чем сделал он начал там буквально длина этой камеры два метра он начал эти два метра разбегаться и всем корпусом короче долбиться в дверь и потом с ноги понятно что думает тогда тогда получается что вина вот в этой ситуации который ты описал лежит на том кто отдал этот приказ правильно ну в принципе да ну и на него тоже потому что я и в принципе никакого повода не давал абсолютно ну если предположим они выполняли приказ и не знали то есть все таки наверное здесь вина именно в том кто отдавал приказ а вот этот лицо кто отдавал приказ он как то есть его каким-то образом к ответственности привлек потому что учитывая твою ну скажем так настойчивость и все остальное ты управлял каким-то образом нет нет не получилось наверно все равно нужно не останавливаться и так далее если тебя тем более у меня сегодня хороший результат пришел прокурора города сургут привлекли к ответственности его штрафовали никогда не слышали что прокурора город это какого-нибудь города штрафовали ну да отлично молодец то есть получается на самом деле вот твоя твоя огромное достоинство что ты вот силы да желание у тебя есть для того чтобы добиться продолжать этим заниматься потому что как правило все хотят отстраниться никто не хочет этим заниматься и дешевле откупиться и так далее они к этой ситуации привыкли и когда это каждый день происходит то есть степень вот этой вот вседозволенности или там безответственно безнаказанности она у них ослабляется то есть становится понятно что можно делать еще больше и больше то есть граница не видят и потом когда вот такие люди появляются как ты получаешь они просто да и а как трезвеют да то есть трезвеют очнулись да что на самом-то деле у них есть определенные границы им кто-то напоминает вот поэтому вот за это тебе конечно огромное спасибо от всех людей потому что сколько преступлений по факту ты предотвратил своим поведением да вот своими действиями поэтому это конечно огромное вот и вот уважение дань как говорится тебе потому что благодарствую ну я не не действует и не помогал тоже ну да вот если вы просто не такие люди как ты то было бы еще хуже вот вот я например там по бизнесу сейчас то есть я вижу полную неадекватность восприятия действительности которые происходят сейчас визитом с вот этой пандемии психоза вот и и отношение к бизнесу ну просто к скотской то есть они не понимают что еще хуже сделают то есть они там какие-то триллионы накопили чтобы себя защищать сейчас вокруг красной площади понаделали этих штырей там то эти как чтобы не даже танки не смогли въехать на ту территорию то есть вместо они эти деньги накопили не для того чтобы вот в эти кризисные моменты людям то чтобы защищаться получается от людей вот и почему такое происходит лишь они забывают о том какие у них обязанности то есть ну вот и вот такие люди как ты вот огромное мое уважение до возвращают на место да то есть чтобы люди те вспомнили что они тоже люди такие же да то есть они тоже могли быть в какой-то момент на другой стороне ну как тут надо учиться вместе жить да то есть вместе друг другу помогать так вот смотри я тебе хочу рассказать вот эту историю про мужчину которого закрыли в этом в обезьяннике он начал долбиться в дверь со всей со всей со всего разбегу который ему хватало на чем время тратить вот на нет я не белый нет это очень показательный пример когда у меня было вот первое задержание то есть меня там побили и посадили в обезьянник я прекрасно понимал если я захочу в туалет и начну стучаться как все там делают то есть они они не стучатся они долбятся и они орут там в туалет хочу выпустить и все такое я понимал я просто смотрел наблюдал таких очень редко выпускали и они долго мучились чтобы выйти в это в туалет чтобы их выпустили я понял что себя так вести не ну если я буду себя так вести я только сам все хуже сделать я вообще не звука не издавал просто ходил туда-сюда вот в этих двух метрах и это спокойно себя вел спал я на на сидя на полу на бетонном подложил один из тапочков на это под задницу и вот так вот сидя в позе лотоса ночевал но я себя вел культурно я в тот момент я не в эту ночь я не захотел в туалет а вот про эту женщину который начал долбиться до в дверь сразу с разбега через две минуты залетели таких три шкафа и просто в топтали его в пол понятно понимаешь ну действительно понимаешь вот если вот в их окунуться жизнь то есть что тоже непроста если ты кажешь 90 процентов так себя ведут то их агрессивность но со стороны там полиция она тоже отчасти понятно вот единственное подожди подожди алексей я те хочу всю историю рассказать последовательно это было первое задержание во второе задержи задержание меня уже не никто не бил меня просто посадили в объединении и в ты в это задержание мне захотел 100 лет вот как как я решил это просит 100 лет я посмотрел понаблюдал как народ просится я просто подошел к двери по громко постучал три раза и сказал хочу в туалет все жду пять минут жду подождал пять минут опять три раза три раза постучал громко сказал хочу в туалет дальше жду и так раза четыре сделал они посмотрели не буянит не орет культурное просит пришли открыли мы сводили все все еще раз уже не они четыре раза стучался а два а последующие разы с первого раза отпускали ну водили в туалет понимаешь вот разница между тем вот мужчины до который разбегался и сразу в дверь начал я понял ну вот я услышал до ответа в предыдущих самое главное самое главное третье задержание мы вот я нахожусь дежурной части меня уже в обезьянник не садят меня держит в общей в общем коридоре где держит тех которых знают как они себя ведут и ну то есть с народом можно таких оставлять они спокойные их можно вот мы там тебе пятеро шестеро нас сидит на скамеечках все можно там передвигаться более-менее нормально и заходит пересменка там три трое или четверо участковых и он такой заходит один из них такой говорит о булгаков пошли пообщаемся понимаешь они они же они же тоже это у них это как говорится они боятся неизвестности а на агрессивных это действует методом силы вот и весь принцип сначала боятся изучают и очень на насторожие держится и в любое и против тебя будет не неадекватная агрессия но если ты ведешь себя нормально спокойно уважительно никого не оскорбляя прикалываясь юморя давая какие-то знания там где-то подсказывая да что так можно сделать или так иногда советом обращались то в следующий раз ты к тебе уже до совсем совсем другое отношение будет даже несмотря на то что против тебя беспредел бы был с их стороны ну тоже все-таки люди ты хочешь сказать нужно это же хорошо но единственное мне групп очень важно что вот нужно не оставлять мне кажется тех кто именно незаконные какие-то действия делать то есть нужно заставлять их отвечать и потом второй момент который я хотел сказать это ну делиться во первых вот и делишься да со всеми этой информацией вот и что еще хотел сказать вот не отвлекся ты то есть принципе да но все понятно ладно в общем спасибо тебе за опыт вот и вот как с некоторыми людьми я поступаю если я вижу что он совершенно незаслуженно что-то против меня сделал ну хотя в принципе никакого вреда то и не нанес меня просто про него мысли проскальзывает что он сам себя наказал то уж творец то все знает и все видит поэтому мне смысла нет его наказывать если я его накажу зная что творец его точно накажет то я получается сама суд произвожу понимаешь ты знаешь ну вот сняли там этого прокурора который там нарушил нарушал то есть конкретно есть решение суда и так далее но если этого не делать то он дальше будет продолжать то есть если их не останавливать если тех кто нарушает закон нарушает то вот он подписался в инструкциях там расписался в руку положил на книгу клянусь сказал да а потом это не выполнил ну мне кажется их надо останавливать таких людей то есть они неадекватны то есть они говорят одно делают другое они завтра сделают что-то еще хуже если ты там их там прощаешь раз прощаешь два но умрет еще там какое-то количество человек от того что ты его во время не остановил разве не так нет все правильно я и я и останавливаю я вижу что вот все мои обращения выше моего роста стопка бумаг такая это все заявление совершенных преступлениях они их ни в какую они по их рассматривали как простые обращения то есть нарушает закон то есть продолжает нарушать закон это по сути вот они нарушают свою клятву я обязан это все показать и пока рассказать и привлечь их к ответственности остановить этот беспредел и вот сейчас прокурор до нарушался законов до того что его самого привлекли к ответственности и народно это все смотрит вот со стороны булгаков что-то там его несколько раз ему тоже ли ему тоже ли в итоге не уголовного дела не психушки не задержание и вещи вернули а прокуроров наказывают полицейских увольняют так то правда слушай а вот еще какую-то я так понимаю защитную деятельность ведешь потому что ну кто-то тюк это ролик я смотрел там так как за кого-то вроде ходил там заявление что-то подписывали правильно ну да народ иногда обращается у меня раненцы по безоплатный труд во всеобщее благо и плюс еще правозащиты занимаюсь я то начинал с темы живых меня заинтересовал там эти все темы жкх тема ссср там рэфи и паспортов и судов и все на свете когда я начал в этом разбираться и проверять это все на практике не теории заниматься вон с дивана записывая это просто разговоры в интернете ходили на практике все это проверяли и системе это очень не понравилось они так и сказали ты расшатываешь систему вы не нарушаете это вы ее расшатываете не в моих интересах было дальше продолжать диалог я понял слушай вот еще чё я хотел сказать вот мне мне кажется что если вот эти решения суда есть которые тебя оправдывают то то необходимо все таки доводить до того чтобы вот ну или вот это лицо но во первых он как бы ответственность там да там как минимум снято было потом еще может быть и уголовный ответственность то что это довольно серьезно что как решение когда не принимали в отношении ну там тебя да но еще мне кажется вот когда уже решение судов есть что ты прав и так далее еще дальше на компенсацию подавать чтобы потому что они не другой язык кроме финансовый не понимают для них на самом деле как я понял гораздо более серьезное наказание когда они остаются без денег да вот когда наверно вот год назад в марте я подал иск против начальника полиции с требованием вернуть мои незаконно изъятые вещи из квартиры на 400 тысяч через пять часов они мне вынесли дверь в квартиру и искали мой труп я предполагаю вот на настолько была ситуация в сургуте опасные что правозащитой было вот опасно для жизни заниматься сейчас ситуация упокоилась вот ну это видишь вот в ноябре когда я первый раз подал суд на прокурор они второе заседание перевели закрытые режимы и женщин со скамеек скидывали сзади подходил пристав поднял же трех женщин вместе со скамейкой и просто их скинул со скамейки шапку есть какая народная дружина или вообще люди которые там я не знаю спортзал ходит то есть которые тоже я не знаю зачем я все проще делаю мы написали это там каждой отдельности эти заявления в это нет я как как зачем но слушай если есть определенная несправедливость но почему не должно быть справедливости людей которые наверняка не есть просто им нужно рассказать что ты есть ну я пытаюсь рассказываю ну я же не могу охватить все куда куда антон написали каждый вот мы написали фсс п федеральная служба у срединых приставов города сургут хмал россии прокуратуры в средственный комитет в госдуму правом защита по правам человека в судебный департамент в ккс и ну короче везде и и расписали что вот таким беспределом судебные приставы занимаются без значки затерты головные уборные не носят я там кучу инструкций их изучил то есть все там по каждому пункту расписал приехала проверка и следующий суд уже эти приставы были у них значки с номерами и они были в шапках ушанках они 7 часов стояли в шапках ушанках как вы думаете почему от того судебного пристава который женщин скидывал со скамеек я давно не видел и никто его не видел вот вам и дружина вот это и восстановление справедливости есть отлично молодой я я же говорю у меня главный образ это подсунуть хвост змеи есть же самой я не бью змею по башке дубины я ее не кусаю я не трогаю я просто показываю указываю на ее хвост вот смотрю говорю вот вот он твой хвост его кусать то есть я их ними же законами им подсовываю говорю вот вы обязаны вы должны они отнекиваются а я обращаюсь к высшестоящей инстанции и говорю вот ваши там подчиненные ваш хвостик нарушил накажите они вы кусают им самим больно но они обязаны это сделать я понял я извиняюсь я последний вопрос задам и нужно вот ходить если еще вот в него такой вопрос вот сегодня какие-то у у вас в регионе ограничение ввели или не ну ввели ну это у нас губернатор комарова так называемая она издала два постановления 31 января и в твое 31 марта и вчера 5 апреля и оба постановления не подписаны нету росписи хотя последний пункт в каждом постановлении гласить что постановление вступает силу со дня его подписания ну конечно народ с ума сходит я увидел уже кто-то на кого-то наезжает почему без маски на детей там орут сейчас полицию вызовем и почему не это там это ну кто как вы выйти какие-то иероглифы на полу чертят из разноцветных полосах хаос короче какой-то да никто ничего не понимает никто ничего не знает но я смотрю вот я нету я свое дело делаю я отслеживаю все группы сургутский и везде да где там типа ссылается что сидите дома и там или там что-то там какие-то ограничения я просто вот эти два постановления с подписью что смотрите очнитесь люди подчеркиваю что там ступая силу со дня хочу говорить сейчас покажу ну да потому что им же отвечать продюсер по гамминке я показываю просто и все у кого голова есть ображает не потусивает свои вот они взяли наверное такие же эти вот змеи ее же хвост подсовывают ну да я понял тебя вот туда же такая за типы не уже не ксерокопия то есть вот это первое постановление было да просто ксерокопия непонятно чего без подписи все еще раз они уже цветную печать сделали для достоверности понимаешь но роспись дали по-прежнему не ставит надо научиться так взаимодействует с любым учителем чтобы следующий раз ну пред превзойти его понимаешь я многие их не приемы перед перенял и использую про это в их отношении вот допустим на суде против прокуроров там это я применил прием который они очень любят применять вот комарова губернатор хмала она проводит все свои там встречи с жителями города сургут ну типа в прямом эфире и и снимает множество камер но при этом ни одного прямого эфира ты не увидишь в интернете потому что там идет постоянно прерывание плохое качество постоянных заикания совершенно невозможно смотреть хороший до прием ну да вот я этот прием перенял я пришел в суд и мне разрешили видеосъемку я им сказал что я веду прямой эфир они залезли на мой youtube-канал посмотрели что у меня там совершенно отвратительно качество прямого эфира сплошные заикания видео вообще ни о чем это ну очень плохое качество и это решили что все можно расслабиться не даже покажу сейчас и и наговорить вода и не наговорили самое главное показали ну вот эта картинка многом говорит задница ну скажем так положение тела при этом вот там внизу 28 томов а вот здесь на столе 4 тома всего 32 тома ну то есть вот вы вот это все скрытая камера идет потом вот вот видите да картинка ну вообще ужасное качество они поняли что ну это вообще никто смотреть не будет и они расслабились а я потом взял переключился и на телефон на ну то есть начал напрямую на телефон снимать и все удачно заснял учиться надо у него ниже я у любого учусь и у вас учусь вот сейчас я у вас учусь как лучше до вас донести информацию отвечая на ваши вопросы ну да я примерно то же самое дело в другом направлении вот но тем не менее вот всегда вот эти вещи с которыми ты уже сталкивался они всегда нас останавливают от каких-то шагов там которые там в адрес справедливости да и мы всегда вот эти страхи какие-то пытаемся побороть они пользуются этим вот там сейчас пугают всякими постановлениями а по сами смеются над нами вот мол мы ничего не подписали а вы там труса сидите там по норкам вот и глумятся над этим над нами вот поэтому конечно твоя работа очень но не не работа твоя вот эти твой опыт он очень важен нам действительно надо быть пока по грамотнее не перестать бояться ладно разговаривал с людьми которые это которых удерживали незаконно связи с коронавирусом ну им повезло им там буквально там день два три продержали потом их знакомые врачи вытаскивали оттуда но они рассказывают что и у них там телефоны не изымают ну свободы передвижения более-менее нормально а у тебя представь попробуй меня это вот сейчас на это на карантин закрыть что произойдет все об этом узнают не то что узнать я прямые эфиры оттуда буду вести у меня статус журналиста у меня статус общественного движения по борьбе с коррупцией то есть общественный контроль вы бы в любом месте могу сделать они признание вот я я не знаю рассказа уже да пара психушку за неделю до освобождения чем не сказали ну что нет ну в общем там я не знал примут апелляцию в мою пользу или нет в общем там ну все апелляция должна была произойти там в течение трех месяцев и так получилось что я этого пиле 62 дня проздал психушке и вот все уже сказали что через неделю будет суд жди и за эту неделю я не переставал это ну как статью сохранять статус человека я ставить свои права и свободы я там постоянно писал какие-то мемуары во-первых постоянно писал рукописи что происходит там вообще во вторых я постоянно какие-то обращения требования заявления там указывал что там плесень там туалетной бумаги не хватает тут фильтр забит короче там еще чего-то ну короче постоянно эти все нарушения везде все сообщал и они из и самих докторов вы там с ними постоянно общался и с санитарами и с пациентами ну там вообще это такая ну а чё там еще делать там телевизора нет телевизор по моему на два часа только включают звонки там на 20 минут в день разрешают и то это не не каждый день по моему ну в общем там заняться нечего кроме вот этого и соответственно они они там настолько от меня устали они за неделю до суда уже говорили мне блин булгаков ты уже это достал всех вот тебя горит если выпустят мы горит тут это в шарики надуем и фейерверк будем запускать здорово это на чем говорит это тогда я у меня не было ни статуса журналисты у меня не было ни телефона не ручки не бумаги то есть это все приходилось прям там на месте и через это ну очень много усилий прилагать чтобы хоть что-то найти я там 13 ручек исписал не потом мы с воли это начали заносить потому что ну я уже там начал из-за и в закон психиатрии мне предоставили и книгу жалоб предложений появилась на посту раньше не было и никто и не видел никогда там и туалетную бумагу а ты компенсация комиссии приезжала там такое началось они они уже вы просто не знали что делать а ты компенсацию получил за незаконное нахождение там нет а подал иск нет еще надо подавать надо у меня первая задача была остановить вот тот беспредел который продолжался именно вот это вот мафиозный клан бабушкиных который ополчился на меня именно и прокурор ответственности и принципе мы мы их это успешно из органов мвд убрали все общими усилиями и сейчас обстановка сейчас и потом я понял что бесполезно там требовать возбуждать а я же требовал там против этого главврача психушки уголовное дело требовал возбудить против этого директора управляющей компании который мне телефон разбил почему остановился остановился потому что прокуратура постоянно напишет отписки и следственный комитет в том числе я пришел к выводу что надо менять прокурора пока не поменяет пока не заставишь работать прокурора по закону потому что все упирается в прокурора за все в регионе в субъекте отвечает не губернатор а прокурор на прокурора писать надо да я не то что он на него писал я сначала добрался до прокурора города стругут и привлечь и вызвал его в суд а вместе с ним в качестве соответчика прокурора округа хмао я уже в принципе добрался до самого прокурора хмао тоже через переписку через отписки там я рассказывал это все в своих видео я уже могу генерального прокурора суд вызвать и они вы и они увидя это все что я вы представляете себе процесс кто-то там какой-то блогеры из сургута вызывает генерального прокурора в суд они это всячески пытаются скрывать но это уже на такой уровень вышло что они пошли они вынуждены штрафовать прокурора города сургута а за что все таки его штрафовали сейчас покажу за несоблюдение смотрите поступить же прокуратуры два ваших обращения рассмотрены в отношении приказов балина нарушение требований ведомственных приказов прокурором балиным так ваши доводы нарушение требований приказа такого-то такого-то нашли свою подтверждение в этой связи и прокурор города сургут поручено обеспечит регистрацию вашего заявления в книге учета совершил сообщение о преступлениях впервые мое заявление совершено преступления зарегистрировано в книге учета сообщения о преступлениях прокуратуры города направить его для проведения процессуальной проверки в следственный комитет города сургут пахмал виновные работники прокуратуры города сургут привлечены к ответственности какой ответственности вот я позвонил вот этому исполнителю мотину и он подтвердил что наказан прокурор и города сургут балин и привлечен к ответственности это как-то он там сказал что там финансовый или материальный вот а когда я потребовал уточнить он бросил трубку значит это опять подписка какая-то да неважно есть вот этот документ и мы уже все знают что прокурор города сургута наказан и неважно наказали его или нет это все знают понятно ладно спасибо огромное вот я об этом пост написал вот здесь вот это аудиозапись с этим мотином все свои звонки я стараюсь записывать поэтому за камни вот из правоохранительных органов правонарушительных органов они очень не любят со мной общаться те кто меня знает если как только слышит мы имя отчество фамилию они сразу бросают трубку либо просто молчат потому что любой звонок интересная сразу выкладывать интернет они это уже знаю это все знают поэтому и прекратился беспредел но что тебе стоило пройти прежде чем это все прекратилось ну и что зато я обезопасил не только себя но и все свое окружение кошмар или же не только меня всю мою семью всех моих родных всех моих близких и всех с кем я общался это очень большой круг отец сейчас все эти кошмары прекратились никого не трогают а если трогают мне звонят говорят антон дам что-то веток мне какой-то там полицейский я говорю значит так это скажи чтобы звонили мы твоему правозащитнику антон николаевич булгаков телефон такой-то все говорят все сразу все претензии прекращаются и сколько лет ты уже так борешься ну когда вот задержание было 25 сентября 2018 года из тихушки я вышел 18 декабря 2018 вот считать из 19 один год и четыре месяца вы я вот занимаюсь правозащитой по их законам то есть привлекаю их к ответственности по их же законам их ними же методами кто к нам свечом придет в законом тот от этого закона и будет оштрафован как прокурор болин ну тем вопросики подскажи пожалуйста тебя на это где-то выложенные ролики позже к х и по всему данный youtube канале сургут надзор 2 вот название здесь либо в плейлистах можно найти жкх антитеррор называется то есть мы как лишить управлять компанию лицензии рассматриваем полный пакет документов тоже приложен тут множество видео ну либо на самом канале найти сейчас покажу ну вот скажем жкх антитеррор как лишить лицензии управлять компанию вот еще такие видео два вот вот еще несколько что говоришь просто я написала в управляющую компанию предоставить документы и администрацию города они на меня в суд подали за что за то что я не плачу подплату а у меня договора с ними ни у кого нету ну ну они в принципе правильно делают они используют тактику самая лучшая защита это нападение но я написала пришел предоставить документы на каком основании выставляется кварфата потому что у нас управляющая компания сменилась да нет предыдущая не так компания не книг никаких договоров они начали мне рассказывать что у нас конкуридентные договора я просто спросил а вы мне расскажите что такое конкуридентный договор они мне сказали вы обязаны платить я говорю нет а там написано что конкуридентный договор это она как публичная но и при их оплате горе а я не плачу поэтому я вам ничего не подтверждаю и со мной вы договор не заключали ну ты залаза методом защиты то есть ты защищаешься от их платежек методом а предоставьте на каком основании не 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 и сначала я не платила потом запросила договор и написал если документы не будут предоставлены течение 10 дней оплата приостанавливается но это название метод защиты ты защищаешься от их незаконных требований по это платежи а я же предлагаю вот у меня видишь как видео называется как решить лицензии управляющей компанией я даю пакет документов с образцами с перепиской полный с учетом корреспонденции со всем там с полной историей этой перепиской как нам удалось привлечь управляющую компанию к ответственности по статье 14.1.3 это грубейшее нарушение лицензионных требований мы не не просили у них документы там доказывающие ли по перечитайте нам тарифы мы наоборот пошли в атаку мы лишаем их лицензии два таких нарушения по такой статье за год если вы это вынесет суд решение или жилнадзор инспекции и их лишать лицензии то есть исключат либо ваш дом из это из лицензии либо если несколько домов жалуются могут вообще всех домов лишить их понимаешь это совсем другая стратегия у них просто договор подписан одним управляющим договор составлен на держитах азу не что ли уж составлен до что собственникам да и там перечень обычно печать управляющей компании и кто собственники а там одна печать и от этого я понимаю что собственники это муниципалитет в администрацию города запросили запрос кто кто собственник нас отправили на интернет и управляющая компания нас туда же отправила и подали на суд ну подали дали пришел в судебный приказ мы я его отменили жду когда предоставят подадут исковое заявление на меня ну а каждую ну мировой приказ это суд это не так страшно там от меня отменяется приказ элементарно до отменили так вот я теперь говорю ты ты собираешься бегать и оправдываться в судах по их ним иском или ты хочешь их лиц решить лицензии у нас это дело знаешь чем закончилось вот я из вынужденного путешествия путешествие по стране с ноутбуком чтобы не выйти в интернет мне надо найти розетку монитор и интернет и еще где поспать при этом понимаешь вот из этого вынужден путешествия мы нам удалось привлечь в эту управляющую компанию к ответственности то есть был попал этот жилонадзор инспекция была вынуждена передать дело в суд и они рассмотрели это дело но не делались там устным замечанием то есть это тоже незаконное решение так как я был вынужден путешествие мне не удалось его обжаловать и жилонадзор его не обжаловал то есть они там я предполагаю сговор вступили так это дело закончил знаешь чем что не только в нашем подъезде поменяли лифты не только в нашем доме а вообще во всем городе лифты и сделали ремонт в подъездах покрасили все эти эти появились информационные стенды эти какие-то там эти мусоропроводы поменяли заварили это покрасили почистили вымыли короче полный идеальный порядок лишь бы не было второго такого нарушения за год понимаешь ну не до чего сейчас докопаться ну в кавычках на самом деле есть до чего я тебе говорю о совершенно другом пути вместо того чтобы оправдываться в судах за от их исков и вместо того чтобы им доказывать что они неправильно тариф начисляют на через суды там или походы к ним не удаленно не выходя из дома или из любой точки мира стартовать компанию жкх антитеррор и добиться того чтобы эту компанию лишили лицензию они совершенно по-другому с вами будут разговаривать понимаешь смысл под они опять же тот же принцип подсунуть змеи ее же хвост платежка приходит оплата оплата приходит и так я ее не плачу о чем не смысл ее платить у меня договора с ними нету они мне внушают что у нас конкурентный договор если первый раз бы я оплатила туда я ни разу не оплатил после того как компания поменялась так народ мы немножко темы отвлеклись еще вопросы есть по теме по поводу как себя держать в руках да есть вопрос антон ролик я был где нас на встрече с комарой вот я его посмотрела и у меня такой вопрос а ты не считаешь что ты вел себя немного провокационно по отношению к тем кому ну подходил и задавал вопрос а в чем состояла провокация ну вот с издевкой например какой что по отношению кому конкретно до сих пор сайт до сих пор садить сажаете значит ну то есть закрываете в психушку без суда а в чем провокация ему вопрос задал по делу значит у тебя просто такой стиль может быть общение немножко такой как налегке и с улыбкой да я там присутствовал как журналист у меня было удостоверение на груди прилеплено как журналист я имею право задавать любые вопросы любому должностному лицу и любому человеку но они как будто бы знаешь такие вопросы были только для того чтобы задать и как будто бы как не получить ответ это было бы провокацией если бьяна стоял на ответе и и добивался бы ответов и постоянно задавал бы вопросы в общем доводил его я же задал один вопрос он на него не ответил я пошел дальше в чем провокация а вот как нет просто просто охота было мнение услышать ну ты считаешь этот вот до сих пор считаю что это провокация нет после того как услышишь как ты сказал сейчас что это было бы провокация если бы ты добивал до конца и еще бы задавал вопрос чтобы получить ответ возможно это было бы провокация это был вот этот вопрос я задавал этому главврачу психушке новику а там задавал его зам чернова на сидела на на стульях я подошел вниз они она меня узнала я говорю здравствуйте здравствуйте я говорю чё говорю выйду это не стали еще главврачом народ нам рядом это я таким нормальным тоннам говорить о выигрывать не стали еще главврачом она гринь это говорит о чем вы горит мечтаете чтобы я стала главврачом я я говорю ни в коем случае ну вы все посмеялись и все я дальше пошел это тоже а для чего эти вопросы задавались потому что смотри а и вот этот парень фамилию сейчас его не вспомню в этой рубашке то белый молодой такой русский он смотри во первых он взбесился болит значит сидел там вообще вообще не адекватно то ли выпил на накануне то ли действительно ну дурочку включил то если там это видно было опять неадекватная реакция на твой вопрос и комарова наш тоже из себя вышла она ничего поэтому вот эти вопросы для чего задавал мне вот и хочется понять ну что то что ты ждал что они тебе ответят ты вообще поняла смысл моего диалога с комаровой ну ты указывал на то что творятся вот такие вот беспорядки и что вы предпринял предпринимаете поэтому его завершено тройное нападение на журналисты я требую обеспечить порядок безопасность присутствующих не только свою что сделала комарова вокруг меня собралось несколько мужчин и она отобрала мне микрофон нет действительно никто тебе не смог ответить на твои вопросы и они довели понимаешь себя как нервничали неадекватными себе ну такая с чьей стороны это провокации были с их не или с моей нет это было просто их такая тем не менее твои вопросы же их вывешивали а потому что против правды не невозможно солгать ну да я поняла тогда поняла благодарствую благодарствую еще вопросики ну раз вопросиков нет заканчивать или есть давай нет я просто хотела если позволишь буквально 30 секунд тоже поделиться мнением по поводу вот как ты себе ведешь в себе нашла вот этот отклик отклик потому что у меня тоже было задержание и тоже наручники и побои 44 короче дпс-ника меня избили в камеру посадили там потом на супа 19.3 ну в общем и да я поняла то что когда ты во первых когда ты не опускаешься до их и до их уровня ведешь себя очень спокойно во первых и силы прибавляется у тебя у них на наоборот они куда-то деваются то есть они нервничать начинают ну и потом ты вообще можешь даже в таком спокойном состоянии ты контролируешь ситуацию и смотришь даже на их поведение и они тебе даже своим поведением под дают подсказки вот потом когда вот жалко парень парень уже ушел он говорит ну как вот это все сделать как ну вот и страх и вот это вот все вот у него тоже возникает да они как только страху навстречу это первое а второе пройти через это потому что но это действительно ад когда ты сидишь в этом стакане да и тоже у меня ситуация была я хочу в туалет и я сидела анализировала как себе вести ну и там тоже такие моменты были то есть я понимала что я себя веду себя по человечески то есть вибрации в принципе когда идут ну вот такие вот адекватные ровные человеческие то видимо каким-то образом даже вот в этих полицейских они тоже пробуждаются вот ну и потом второй случай был то есть там тоже у меня и суд был и и и все и тут тут я вообще просто ровная была и там даже судья уже она просто улыбалась то есть если она заходит и говорит солобоева встать а и после этого когда ты говоришь ну вы знаете вот я к вам в общем-то уважительно отношусь но вот мы не могли бы вы мне на норму закона сослаться вот такие вещи тоже начинаешь говорить культурное вежливое общение да и все и она потом просто не обезоруживаешь ты ей не дала вот она тебя спровоцировала ты не поддалась на провокацию ну это короче видишь только через опыт когда вот тебя уже нормально так поколотит с синяками знаешь по 23 гематомы блин по 15-17 сантиметров по всему телу ну так видимо вот только через это но они тоже теряются и вот последний тоже случай там у меня был доктор машин менты такие адекватные мне попались то есть но они видят что я не убегаю то есть я там нарушение ситуации судьей показала вот со стороны если посмотреть да она на тебя наехала а ты куда вежливо ответила так кто из них нового из вас ведет себя неправильно она конечно а если ты там скачала да как вы смеете я тут человека все такое и при этом я дальше продолжала сидеть я ни разу так и не встала мусорки все подскакивали то есть мне ни разу там нет со скамейки мне не скидывали не заставляли меня там приподняться как то я как сидела так дальше сидела ты дала сразу понять что ты на любую провокацию не поведешься и будешь вести себя культурно вежливо да знаешь и кстати я судью называла по имени отчеству надо она значит судья макарова там я говорю вы знаете вот меня ольга сергеевна зовут вы бы не могли сказать как вас зовут мне удобнее так к вам обращаться на татьяна георгиевна и все а потом уже улыбалась плечиками пожимала и кстати знаешь самом начале когда вот это вот буквально вот мои первые слова когда я вот это все сказала она она так замучала я вас поняла и все и потом все было совершенно по-другому нет конечно они в любом случае вынесли мне административное там вот тебе они они планировали если она так зашла и сразу тебя спровоцировала она планировала тебя вывести из себя у меня тоже не получилось то есть отбиться и тем не менее все равно мне административку выписали а получилось получить опыт опыт до антон это опыт это действительно опыт вот это самообладание вот это вот тем более знаешь женщина ниже более ну такие трусливые тем более я у меня характер такой я все принимаю близко к сердцу это к бояка я трусяка вообще конченая и ну как-то вот все равно с этим можно жить бороться и потом даже скажу что иногда на меня тоже иногда вот в особо критических ситуациях на нападает страх мне страшно становится а чё сейчас будет выживали я вообще или а чё будет дальше вообще и потом я просто открывая внутренний диалог сам собой и спрашиваю так подожди ты вообще чё делаешь ты право и дело делаешь ну да если ты прав и право и дело делаешь во всеобщее благо не только ради себя для всех и и ты прав и ничего плохого не делаешь чё тебе боятся идеи смело делай все не а я себе сразу говорю это смерть это я умираю нет ну тогда значит все хорошо последнюю точку беру короче ну и знаешь кстати в критических таких ситуациях как ни странно даже если это смерть надо 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 даже если это будет смерть надо умереть это достойно понимаешь точно достойным человеком умереть чем и психом которого все боятся да-да-да ну в общем классная встреча что мы сегодня собрались поговорили силы друг друга хотел рассказать там последок а когда меня в екатеринбурге доставляли я там заступился за женщину мы заступились и на ну там женщину выселяли из из квартиры судебные приставы без без решения суда у нее два инвалида несовершеннолетних дети и этом двери выносили короче в этом по беспределу и выселяли она попросила помощи мы собрались пошли из разговаривать судебными приставами и там на нас вызвали на ряд полиции или два в общем нас четырех задержали и и там состоялось несколько судов в общем мне присудили 10 суток по беспределу и меня конвоиры меня в это они опасались в этот в общегородской в с я так понял это сажать потому что ну знали что я уже на тот момент был журналисты и все буду писать потом рассказывать короче мест не оказалось нигде они меня повезли в дальние самые этот ивс и город ревда и пока меня конвоиры доставляли я им по пути все рассказал про себя я я не говорил они сами не спросили я долго ждал минут 20 наверно едем они это молчат потом сами спросили я там за последние там 30 минут рассказал им кто я что я показал видеоролики там это свои и ну это так в общих чертах рассказал так они меня когда передавали в этот в отдел полиции в это в камеру они мне пытались 200 рублей вручить на обратную дорогу кстати а я вспомнила случай я ходила все в следственные и это же вообще как как смиренная кроткая женщина я приду туда значит мне нужно было там в общем эти объяснение гаишников и заключение судмедэксперта и еще что то какие то короче бумаги вот я приду они там орут визжат психуют на меня ну что я там прошу номер входящего там с книги учета я ну в общем дуру включая все вот я один раз пришла второй раз пришла третий раз ну и в общем они сначала действительно относятся небрежно потом они сдержаны потом значит там как-то либо не обращают внимание потом идут на контакт и в общем а и последнее мне там в общем узкая улица очень и в общем и надо было задом сдавать на машине то я сдаю и выходит водитель следственного комитета прикинь теперь перекрывает дорогу мне чтобы я выехала и думаю ну вот это да дорогу мне перекрывает а на встречу в это первый случай а до этого еще случай был я значит тоже все к прокурору ходила к нашему тобольскому и в какой-то день приехал еще владимиров тогда был владимиров там владимирка какой-то это в общем и к нему тоже приехала и то есть я тоже сначала приходишь они смеются потом значит а это это потом это а потом прикиньте без очереди просто пропускают вообще ну прямо там и самим интересно пообщаться с умными интеллигентными культурными вежливыми людьми но да то есть но это тоже знаете но это про это это дорогого стоит на самом деле ты такой думаешь блин ну правда не зря все делаю опыт получаю там как-то расту даже ну сам сам для себя растешь ну и вот и тоже думаешь ничего себе ну конечно там как бы результатов нет ну ладно это начало зато потом глядишь там и это товарищ у меня тоже ходит вот александр шмурыгин у нас прокурора зовут валерий и вот он заходит к ним он к нему сам позвонил говорит ну давайте говорит уже приходите ко мне на прием и все саша гатья пришел а он вдруг у меня протягивает я к этому говорю александр он валерий прокурор валерий ну давайте пообщаемся давайте вот так вот ну вот видишь на равных да кстати да и вот с ними когда так разговариваешь где-то может там даже дурочку включишь где-то уже там по ситуации в общем как будто бы там что-то ты не понимаешь вот вы знаете я там вот то-то то-то прочитала то есть и они там где-то получишь там что-то но поначалу это трудно поначалу хочется конечно шашкой махать и всех убивать честное слово был такой период ни в коем случае а потом да в них что-то вот там просыпается то есть они даже уже и на уступки идут на какие-то и там какие-то поблажки тебе делают на те же горишь 200 рублей сували но это же вообще не сували предлагали предложила женщина конвоир меня сразу ступор возник я был в шоке от самой ситуации ну стоит при всех в это при дежурной части при других полицейских это ну так протягивает мне двадцать двести рублей ну я рассказал что у меня нет никаких знакомых я тут вообще проездом полгода уже путешествиях это по стране она мне проведу типа до еда к тембурга доберешься 200 рублей на у меня был шок от того что мне полицейские деньги предлагают и чё ты не взял да во первых я не взял потому что эта женщина женщина не захотел брать во вторых я бы и так добрался в любом случае и в третьих как то это даже даже несмотря что это ну хороший полицейский оказался мне как-то это было не по себе от полицейского принять помощь и в третьем если бы я взял эти деньги при всех под видеокамеры это было бы я не знаю возможно провокация в будущем в общем все это все моменты были отрицательны все все моменты все варианты мне сказали нет не бери деньги я культурно вежливо отказался я сказал нет не надо я я найду способ за мной заедут я позвоню и все такое а десять суток то тогда отсидел ну конечно но эти сутки 10 суток я тебе скажу были нечто вот по сравнению с тургутом они заранее видать их про это про инструктировали кто приехал и это чем какие у него возможности мне сразу выдали туалетную бумагу 2 рулона пластиковую посуду кружку ложку вилку а вилки не было ложку кружку свою чу там зубную пасту зубную щетку новую постельное белье вот в сургуте этого не было в принципе ни для кого ну как по как потом оказалось там в ревде тоже как бы не всем это все выдавали а мне сразу выдали плюс мне еще принесли второй матрас в камеру зайти в камеру ты идешь в подсобное помещение берешь этот матрас подушку и постельное белье и заходишь камеру а потом я попросил говорю ребята можно второй матрас а то мне как-то просила мне дали тебе в камеру принесли или три станции было мы как мы чуть ли не когда там три-четыре часа стучались просили поменять там или сделаю потише или погромче главный момент на второй день то есть они вот вы буквально только отошли эти сокамерники от шока вообще кто я такой да да я уж все подробности там не помню но у нас все было там и сало и колбаса и там всякие виды мне свидание разрешили мне доверенность разрешили оформить мне разрешили каждый день звонить мне разрешили нам всем разрешили это ходить в душ каждый день а самый главный момент через двое суток наступил когда все уже легли спать и там обычно на ночь это выключает это половину света в общем открывается окошко и конвейер спрашивает вам с какой стороны свет выключить там такой шок был там это народ народ три часа не мог уснуть ага вот он лежит 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 такой вскакивает да нет ли да как такое так ты другом быть не может никогда здесь не было это что такое вообще такое ощущение было что это туда ему это ну я не это не буду выражаться если что-то сделать то они это сделают да 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 и это тоже что ну там очень пошло а мне телефон забрали потом я говорю но не могли бы мне дать позвонить сестре она не дала позвоните я говорю ну все забирайте она говорит да ладно ведь заберите себе его типов это ну ты превзошла меня вообще телефон в камеру я не догадался попросить хотя у нас там было подвальное помещение не знаю вряд ли он был ловил ну я не знаю я в интернета по моему не заходила я потому что все таки в шоке была вот но тем не менее телефон у меня с собой был и все я в туалет просилась я не только просилась я курила там стояла это потом чувствую что мне как бы ну еще надолго в камеру то я говорю можно я вторую покурю она ну ладно давай по быстро по-быстрому кури я по две сигареты курила но они сопровождают в туалет им же тоже понимаешь им не нужны вот эти все психи там ну если плохое поведение и всякие провокации они там мы вот с этими конвоирами которые были в ревде мы постоянно с ними общались там было такое специальное окошко и мы постоянно с ними общались нормальные ребята пообщались я им рассказал кто я там и постоянно что-то обсуждали разговаривали там обсуждали чего-нибудь делать после пенсии и так далее обстановку там политику говорится нормально все обсуждали разговаривали они видят человек нормальный адекватный чуть ну чё и смысл это а тем более я там это на второй день не выдержал я посмотрел это ну камера в убитом состоянии как минимум полгода там никто не убирался я на втором день организовал эту уборку говорю все завтра уборка короче все мы убрали эти все в шоке такие были все бы такие были это задержаны да вот прежде чем как бы нужно во первых научиться фильтровать свои мысли вот как только возникла мысль в это достать дубину ударить по башке надо самого себя останавливать вопросами а зачем а смысл а чем я это чего я этим добьюсь надо мне еще такие возникают особенно сейчас когда начинаешь читать там или народ тупит или правоохранительные органы себя по беспределу ведут ух иногда прям как заведусь а им только этого и надо некоторым да и сильно провоцируют они ко мне наклонялись очень близко подходили прям буквально вот я не знаю слушаю но несколько сантиметров то есть ну вообще и и прям интимно очень близко подходили вопросы задавали там всякие там если дети на иждивении какое у меня образование где работаю ну то есть потом они вообще со мной пытались договориться но я поняла что идти с ними на договориться смысла нет потому что ну я останусь в просаке однозначно они они все равно для меня ничего не сделают только для себя потом значит договориться они со мной хотели то есть ну крутились вертелись там консилиумы какие-то собирали а я все я я безмятежно я спокойно как танк и все них суета паника молодец я я думал только я так умею ну там тоже видишь через побои надо было пройти и все это до сих пор это кипит до сих пор и у моя ошибка была тоже я начала всех сразу по уголовке натягивать и конечно на это никто не под не пойдет это видимо надо как-то вот ну либо вот с прокурором начинать вот и либо может быть как-то жалобы какие-то писать и вот сейчас говоришь что да вот саша шмургин с которым вот мы тут в тобольске сотрудничаем он значит тоже говорит самое главное надо заставить прокурора работать вот так его зависит от прокурора он надзирать на тим да а он как бы и сливается там и отписывается все и я однажды ну тоже не подумав я сразу короче написала по-моему сергееву главного которого сейчас убрали то есть прокуратуры то это москву значит как она заявление или волеизъявления прошу уволить прокурора нашего табульского почему у тебя уже несколько раз про это проскальзывает слово прошу нет требует требует там нет я требовала требовала но видимо что-то по запарке это сказала не требует что требую уволить прокурора там значит с что-то там без сохранения заработной платы с невозможностью то есть и доказательства я никаких не предоставила то есть ну сразу такая по поверку сразу верхушку взяла надо постепенно постепенно вот меня тогда следственный секреты переписки системы как я добрался до прокурора нет антон что-то я вас последний нам очень полезное видео ниже как а вот меня тоже заинтересовала что тут с управляшками тоже ссылочку скину посмотрю посмотрю то есть вот конечно вот эта тема там ну ты говоришь ты верующий человек я как бы вообще не верующий вот и я верю что есть некий вселенский разум я не знаю информационное поле творец рано или поздно тут кто совершил на это неправильный поступок он либо сам себя накажет либо творец его накажет вот и все вот ты будешь ты в это веришь я вот в это вообще не верю мне кажется просто верю я множество раз в этом убеждался как ты думаешь что произошло с полицейским который задержал нас в екатеринбурге я с ним фамилия у него без сарабов хохол слышно да 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 вот я за я отсидел 10 суток другому там штраф назначили другое не не помню двое как-то это то ли тоже штраф то ли еще чуть не помню в общем это я уже по-моему был сургуте или вернулся сургут в общем месяца через месяц через два мы узнаем что его вместе с напарником поймали и обвиняет в попытке изнасилования короче уголовную статью на него завели и заключили в сизо то же самое происходит с другими кто вот как то это совершал противоправные действия против меня мне потом через некоторое время доходит информация что то 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 с ними произошло понимаешь причем я к нам пришли совершенно не причастен понятно ну да но то есть получается это при этом должен быть безупречен чтобы он оказали не обязательно не обязательно если если даже я что-то сделаю на то наши судьбы независимы если он что-то плохое сделал его его накажут а вот если я сделал что-то то меня тоже накажут каждого в отдельности но я себе не позволяю я не парни не позволяю себе вот этих всяких правонарушений так далее никакие даже даже в мыслях этого не допускаю чтобы вот на этого должностное лицо подумать так ты гад там такое все такое но при этом ничего не сказал я себе такого не позволяет это мой учитель стоит я у него учусь на самом деле надо это опыт это действительно опыт и учение это точно это я поняла не сразу конечно а как ты определяешь что что можно что нельзя на на что-то опираешься потому что нет но у тебя какая-то совесть морали на ты как просто сам это чувствуешь или где-то по каким-то прописным истинам живешь ну а какие стены я же назвал не грубить не хамить не оскорблять культурно вежливо общаться не рукоприкладствовать все все остальное разрешено побольше юморить не переходить на личности и это общаться на равных понимаешь если ты себя выше ставить это ты уже ну нарушаешь баланс равновесия сверху вниз смотришь а если ты ниже себя ставишь то ты тоже баланс нарушаешь да кстати наравне я стараюсь наравне общаться седа именно вести беседу даже даже несмотря на то что передо мной должностное лицо и она вдало клятву исполнять свои должностные обязанности и она мне обязана она мой должник отсюда отсюда слово должностное лицо да 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 они получают деньги из моего кармана в виде налогов замена эти деньги они дали обязательства исполнять должностные обязанности то есть обязались вернуть долг они мои должники но при этом я с ним разговариваю на равных будьте добры исполните свои должностные обязанности слушай но мы уже больше двух часов общаемся давайте потом беседы я этот чат не буду закрывать будут вопросы пишите хорошо хорошо классно спасибо антон большое спасибо благодарю ребята да ребята спасибо вам большое за опыт очень интересный диалог у вас был была рада благодарю вас спасибо вам тоже очень интересно как бы подчеркнуло отозвалось благодарю девчонки секундочку изображение пропало да нет ну твоя заставка сейчас секундочку буквально по поводу слова благодарствую ты всегда его говоришь а почему я говорю знаете нет читали вот эту стадию нет вот почитайте ладно давай в чат спасибо спасибо благодарю и благодарствую выбор за вами вольному воля хорошо спасибо спаси бога а благодарность благодарю бога нет немножко не так ну в общем почитайте там все рассказывают ладно давайте всем спасибо большое за опыт благодарствую всего хорошего пока спасибо 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 Субтитры создавал DimaTorzok